здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях сразу же что называется к делу люберецкий городской прокурор дмитрий александрович девятка здравствуйте дмитрий александрович добрый день вот ну прекрасно понимаю что вы и сейчас находитесь преисполнение тем не менее у нас новогодняя здесь декорация поэтому мы попытаемся конечно совместить два несовместимых и радость вот нового года прихода и конечно же те проблемы которые были в этом году и к сожалению наверняка они какой-то степи степени перенесутся в будущий год тем не менее прокуратура для того и существует чтобы эти проблемы выявлять и решать вот давайте мы начнем с того что концу года везде ну везде скажем государственных органах подводятся какие-то итоги вот на сегодняшний день люберцы с точки зрения прокурора люберецкого городского как выглядит ситуация как бы вы его оценили я год исполняю обязанности люберецкого городского прокурора и год сейчас как раз календарный подходит концу поэтому уже можно подвести определенные итоги могу сказать что для люберец характерны все те же проблемы которые характерны для других районов городских округов нашей области это и проблемы дольщиков обманутых проблемы жкх невыплата заработной платы и до сих пор еще не выплаты есть такие факты тоже выявляемые пресекаем все эти проблемы они характерны и для люберец кого района поэтому мы с ними боремся мы их знаем и соответственно разрешаем их своим и существует уже наверно к мере до подходы и инструментарий как вы говорите но я бы раздел разговор бы на две части такие проблемы личностные то есть человек гражданин гражданин который а приступил законы гражданин который пострадал результате этого и а вторая часть это уже вот такие глобальные дольщики жкх когда где-то что-то неправильно посчитали потом человека выясняется что какие-то бешеные суммы с него требует потом мы не за не забыли еще такое слово да когда кто-то выбивает какие-то деньги помните это все эти истории были за какие-то сумасшедшие суммы но начнем прежде всего с преступности то есть насколько сегодня можно сказать даже можно не по числам а по ощущениям вот преступность растет она осталась на прежнем уровне или удалось снизить количество преступлений преступность как сейчас мы видим за этот год скорее всего незначительно вырастет раскрываемость преступления примерно остается на том же уровне она средняя по московской области порядка 60 70 процентов те тенденции которые мы наблюдаем при анализе состояния преступности это в первую очередь существенный рост так называемых кибер преступлений и у нас фактически сейчас мы наблюдаем замену преступлений что называется краш грабежей разбоев таких бытовых преступлений против имущества именно на мошенничество которые с использованием средств сотовой связи интернета электронных средств да да но это логично потому что мы же кошельки тоже не носим да поэтому на место магазине или в аптеке или еще где-то или даже в поезде ничего просто украсть да ну можно украсть карточку наверно но ее надо пытаться каким-то образом активировать то есть с одной стороны вроде был такой непосредственный грабеж такой традиционный он но если не уходит полностью то он действительно переходит в эту электронную систему и тут возникает вопрос ну мы же все воспитаны на всевозможных детективах сериалах и так далее поведение некоего грабителя мы знаем да такой киношный по крайней мере образ но не каждый же грабитель может потом тихонечко сесть дома купить ноутбук и потихоньку значит осваивать электронные способы грабежа это же наверно какие-то другие люди как показывают практика зачастую такие преступления совершают в том числе лица ранее привлекавшиеся за обычные кражи грабежи разбой то есть они перед другой дополнительной квалификации что называется преступный это не требует достаточно мобильного телефона и некоторых навыков общения и психологии я думаю все знают о том под какими предлогами звонят мошенники представлять сотрудникам правоохранительных органов либо сотрудниками служб безопасности банков мы как прокуратура постоянно разъясняем о том что такие звонки несут себе угрозу органы внутренних дел также постоянно ведут эту разъяснительную работу муниципалитетам но вместе с тем как показывает практика наши граждане остаются доверчивыми и наивными где-то до жертвами таких преступлений хотя безусловно граждане должны понимать что никакой сотрудник правоохранительных органов вам не позвонит и не скажет взять кредит оформить либо перевести денежные средства ему на карточку совершенно другой алгоритм по закону выработан взаимодействие граждан и правоохранительных органов это наверное зависит еще от подготовленности граждан потому что не банки никакие другие финансовые структуры не особо так сказать но нет у нас такой школы что ли воспитания когда человек четко знает что такое кредитная программа и так далее он половину то послушает да или то что у нас маленькими буквами обычно написано но возвращаясь к теме мошенничества ведь эта схема тоже меняется я тоже вижу у себя в доме дам наклейки какие-то и так далее и мы знаем все если начиналось это помните со звонков когда называются тетями дядями какими-то ночью а вроде родственника до родственниками чуть подальше чтобы прям по голосу не определили то и до сих пор наверное это работает у меня уж сколько-то несуществующих дочек попали в аварию то еще что-то или например да так красивым таким уже даже роботизированным голосом как в банке низким мужским говорят что с вашей карты сейчас произведен такой-то вы если вы его провели нажмите там такую-то цифру может быть должна быть какая-то специальная программа государственная анти мошенничества государство в любом случае адаптируется к этим новым вызовом и угрозам они безусловно трансформируются мы сейчас сталкиваемся с тем что совершаются преступления уже с используем криптовалют выводятся эти денежные средства в соответствии с кошельки до кошельки до соответственно это налагает определенные требования к органам предварительного расследования вырабатываются новые алгоритмы действий ну государство так скажем здесь не способна в полной мере противостоять этой преступности без определенного уровня как я уже сказал бдительности самих граждан до совместно все должны это должны безусловно совместные усилия мы встречаемся с представителями банков они тоже определенную работу проводят фиксируют сомнительные операции блокируют их предоставляют нам списки таких операций которые мы отрабатываем на предмет выявления преступления кстати вот если например да со мной там лишь любым жителем городского круглуберца происходит вот явное мошенничество он это понимает телефон есть что с этим телефоном делать к вам сразу обращаться куда-то у нас компетенции по расследованию преступлений в частности краши мошенничества обладают органы внутренних дел соответственно необходимо обратиться либо с устным сообщением позвонив во всем известный по всем известному номеру 112 просто по 2 до нас либо придя соответственно в орган внутренних дел написав письменное заявление потому что такие действия когда даже вы распознав мошенника отказались перевить переводить ту или иную сумму ему они образуют состав покушение на преступление также подлежат расследованию установлению обстоятельства соответственно привлечению к ответственности виновное лицо которое совершает но вот звучит это все красиво замечательно а человек сейчас послушать думает а зачем мне куда-то идти кому-то рассказывать или например в голову может не прийти звонить 112 до передавать этот телефон то есть ведь мы же знаем и такие случаев ну не конкретно и назову да что а зачем тебе это нужно но вот я сейчас запишу это заявление кто будет этого мошенника искать мы его не найдем никогда ну про знаешь есть сотрудники да вот может быть тут тоже механизм не совсем еще до конца разработан чтобы раз позвонил номер сразу в базу внесли да и работают по нему ну безусловно эта работа требует совершенствования так скажем это новый вызов возможно требуется нашим банковским организациям как-то тоже пересмотреть на этот счет подход но в любом случае не сообщая в органы внутренних дел о таких фактах вы оставляете безнаказанным преступник владимир плодим эту историю хорошо теперь такой вопрос мы начали сразу с мошенничества потому что ну да эта тема сейчас прямо на болезнь наболевшая я бы хотел коснуться еще темы убийств таких серьезных преступлений до покушение на убийство и вот то что как бы не укладывается в обычной человеческой голове на это происходит как с этим у нас обстоят сейчас по итогам года мы видим что у нас происходит снижение числа умышленных убийств предусмотрен статьей 105 уголовного кодекса российской федерации это значит все преступления которые совершены были они совершены фактически на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков совместного соответственно они никакой сложности скажем так в их расследование доведение до логического конца до приговора не представляют поэтому на настоящий момент по итогам вот этого года скорее всего у нас будет как и сейчас стопроцентная раскрываемость убийств то есть человеческий фактор назовем это так не какая-то такая хитра хитрая комбинация просто человеческий фактор вот тут возникает сразу вопрос и от убийств к другим каким-то преступлениям они же у нас разные к несчастью бывают пандемия напряжение мы все знаем разные истории одна из последних москве до мфц что произошло то есть у некоторых людей ну что называется оценирование выдерживают и обычный гражданин может неожиданно стать участником реального уголовного дела вот органы правопорядка понимает вот эту некую напряженность которая присутствует и она как-то отражается вот в каких-то мелких может быть преступлениях которые происходят происходили в этом году но тяжело провести связь между мелкими преступлениями вот такими случаями которые вы озвучили но в любом случае у нас органы полиции занимаются в том числе профилактикой преступлений а мы за этим как прокуратура надзираем в первую очередь наше внимание направлено на те места где у нас осуществляется массовое пребывание людей это и образовательной организации соответственно и медицинские организации мы в этом году провели большую работу совместно с администрацией с привлечением главного управления региональной безопасности мы по объехали все наши образовательные организации в том числе около трети объехал я лично посмотрев на местах как фактически у нас обустроена вот эта система защиты граждан работает ли у нас рамка металлоискателя знает ли у нас сотрудник частного охранного предприятия как действовать в случае обнаружения угрозы и так далее и тому подобное я прошу в догонку но если например все знают что прокурор едет к нам то и рамка найдется и она заработает и человечку быстро покажут кнопку или осуществляются эти проверки иногда инкогнито но инкогнито мы их не осуществляем мы по приказу в любом случае представляемся мы всегда форме поэтому нас спутать с гражданином обычно проблематично но без предупреждения конечно не ставя в известность какие именно учреждения будут проверены в этот день в это время мы проверки осуществляем такое есть выявляем соответствующие нарушения и какие нарушения есть рамки не работают или люди некомпетентны и то и другое встречаются и некомпетентность частных охранных агентств которые у нас предоставляют услуги по охране и соответственно не работающие видеокамеры и не умение этими охранниками пользоваться видеокамерами отсутствие необходимого количества постов охраны которая позволила бы на безопасность организацию весь спектр нарушения он выявляется и соответственно те случаи которые мы выявляем мы их ставим на контроль вносим акты прокурорского реагирования добиваемся фактического устранения этого нарушения сейчас делаем небольшую паузу после чего продолжим напомню что у нас сегодня в гостях люберецкий городской прокурор дмитрий девятка напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях люберецкий городской прокурор а дмитрий александрович девятка дмитрий скажите пожалуйста я вот гражданам опять же перехожу мы сейчас поговорим о защите потому что вы все-таки надзорный орган который внимательно за всем следит чтобы нам было хорошо давайте так говорить откровенно но не секрет что никто не отменял суд никто не отменял заключенных никто не отменял какие-то варианты задержания домашний арест там сизо и так далее сейчас по этому поводу много всего мы узнаем из средств массовой информации скажите пожалуйста за этим тоже идет надзор за теми людьми которые вот приступили закон и находится в каких-то кто-то на суде вот весь этот процесс как-то продажи надзор существует безусловно у нас прокуратура если коротко двумя словами осуществляет в целом надзор за исполнением законов соответственно содержание заключенных обвиняемых подсудимых и в следственных изоляторах и в изоляторах временного содержания и в конвойных помещениях судов также регламентировано законами и соответственно мы за ними надзираем более того например на нашей территории отсутствует следственные изоляторы в нашей территории присутствует изолятор временного содержания где содержится подозреваемый обвиняемый в совершении преступления содержит есть конвойные помещения суда и в наши обязанности как прокуроров входит ежедневная проверка данных мест содержания более того буквально пару недель назад вместе с общественностью с нашим председателем общественной палаты ульянов я лично проводил проверку изолятора временного содержания как полагается что называется с покамерным обходом осмотром всех помещений проверкой систем безопасности это безусловно тоже является предметом нашего надзора но теперь поговорим о гражданах которые ну меньше всего защищены глобально от каких-то скажем нехороших действий по отношению к ним это несовершеннолетние это люди очень такого уже пожилого возраста да когда мы знаем истории квартиры отбирают и еще что там происходит я уж не говорю каких-то там драках избиениях и так далее что мы тоже сейчас видим понятно что средства массовой информации иногда они разные да скажем государственные государственные или блогерство где можно может подаваться информация под разным соусом но тем не менее это те слои населения которые меньше всего защищены вот как эта работа идет как можно узнать что-то о том что вот случился такой какой-то но невероятные случай по отношению какому-нибудь пенсионеру например у нас не так давно были внесены изменения в приказ генерального прокурора которым определен порядок рассмотрения обращений приема граждан эти изменения касались как раз наших социально незащищенных слоев населения этими изменениями предписано особый контроль особое внимание уделять именно таким гражданам как инвалиды ветераны поэтому в рамках этой работы в начале этого года я побывал в нашем доме ветеранов познакомился с этой организации с ее участниками побывал лично познакомился с нашим филиалом всероссийского общества инвалидов узнал об их проблемах услышал их значит негодование как по каким-то вопросам моментом плюс постоянный мониторинг сми дает нам определенную информацию о нарушении их прав ну и конечно же важным аспектом тоже является этой обратной связи с гражданами прием граждан у нас каждый день осуществляет дежурный прокурор прием граждан в городской прокуратуре соответственно любой гражданин может прийти в рабочее время и сообщить о нарушении его прав более того мы эту работу несколько переориентировали и вот сейчас предварительно мы подводили итоги у нас именно руководством городской прокуратуры то есть мной и заместителями более чем в два раза больше принято граждан в этом году то есть вы как бы перекладываете эту работу прямо на себя то есть прямо средства драма на себя это единственная возможность на мой взгляд обладать актуальной информации анализировать ее и соответственно расставлять приоритет показатели раскрываемость вот эти все цифры до их же когда-то вроде как там приписывали что ну как отчетность даже должна быть да надо что-то показывать вот как сегодня насколько можно доверять действительно самым разным с ну скажем а инструментом вот нет ли сегодня приписок каких-то вот того что вы тоже надзираете как соответствующий орган чтобы не было на самом деле все не так как есть на самом деле вопрос посадите завалите его рассказал действительно у многих сотрудников есть желание приукрасить действительность выдать желаемое за действительно и тут тоже прокурорский надзор вступает что называется в действие у нас тоже есть рычаги воздействия у нас отдельное направление отдельные сотрудники в полномочия который входит именно контроль надзор за достоверностью статистической отчетности мы своими мерами реагирования соответственно препятствуем искажению данных показателей в первую очередь показатели преступности потому что если показатели преступности будут недостоверными соответственно мы не можем спрогнозировать спланировать нашу работу по противодействию этой преступности дольщики жкх мы не можем не обойти тоже эту тему во-первых как много у нас еще дольщиков осталось как эти вопросы решаются если такие моменты когда они вообще не решаются и все это остается в каком-то таком странном состоянии работа на этом направлении ведется постоянно она более того скажем так существенно активизирована если мы посмотрим количество проблемных наших объектов по сравнению с годом ранее то мы увидим что на три объекта таких стало меньше может быть цифра небольшая но тем не менее это жизни наших граждан которые получили ключи от своих долгожданных квартир у нас все объекты долевого строительства которые включены в реестр проблемных по всем есть план график решения данных проблем решение эти по сути бывают двух видов либо это достройка объекта и передача ключей дольщикам либо это выплата этим самым дольщик по тем объектам которые находятся на территории поднадзорной нам я могу сказать что за этот год я большую часть их объехал лично чтобы увидеть состояние дел и перспективы их развития решения этих проблем по каждому объекту есть действительно график который реализуется это не просто слова на бумаге по каждому объекту есть либо инвестор который уже сейчас в данный момент находится на объекте и достраивает его либо соответственно есть объект по которому фонд защиты прав граждан участников долевого строительства вступился за граждан что называется и принял решение выплатим выплатить им компенсацию за те квартиры которые они не получат связи с связи с недобросовенственностью застройщика любом случае по каждому объекту у нас есть этот план мы как надзорный орган тщательно контролируем чтобы он не не допустить отставание от него и безусловно реализовать его в намеченные сроки это одна из наших первостепенных задач а жкх тут тоже проблем много всяких разных позже к их обращаются по жкх да это одна из самых распространенных тем для обращения здесь зачастую к нам обращаются и с жалобами на неправильные расчеты в платежных документах и на состояние уборки при домовой территории вот сейчас зима и соответственно появится рост жалоб на на лица сульки иногда и тому подобное безусловно это самое такое распространенное касающегося каждого направления здесь надо отметить во первых что прокуратура как орган не подменяющий другие органы зачастую такие обращения направляет по компетенции в государственную жилищную инспекцию уже как бы от себя от прокуратуры уже да мы можем их поставить соответственно на контроль если видим что проблематика какая-то значимая действительно то есть я прихожу к вам говорю вот такая ситуация если вы считаете что да это достойно до внимания уже как бы вы мне помогаете бумага уже не от меня мы передаем еда при наличии оснований как я уже сказал с контролем получаем ответ от этого органа куда мы ее передали от государственной жилищной инспекции смотрим полноту мер принятых ими если она вдруг не соблюдена если права не восстановлены и мы видим необходимость нашего вмешательства то уже мы непосредственно сами проводим эти проверки два финальных вопроса но они один будет ироничный а второе уж не знаю как получится вы являетесь любилецким городским прокурором городской округ известны и слова скажем так преступность мы сегодня его старались особо не употреблять но тем не менее как сегодня можно оценить глобально до вот преступность была в отдельно конкретном регионе какие-то ощущения по цифрам там пятилетний десятилетний давности или пока все более-менее константа какая то есть этой самой вопрос очень широкий его осветить полностью в рамках нашей программы проблематично существует целый ряд показателей преступности которые оцениваются нами как надзорным органам соответствующими органами предварительного расследования при планировании своей работы но можно сказать что люберцы в любом случае не в не на первых местах так скажем по преступности московской области и самый последний короткий вопрос короткий ответ есть такой миф что у нас если прокурор выступает то всегда очень мало то есть приговор всегда чаще всего в суде происходит очень мало выиграют те кто его обжаловать пытаются это действительно так да это действительно так у нас достаточно высокие показатели по данному направлению деятельности приговоры постановлены в соответствии с позицией прокурора учащего в судебном заседании очень редко изменяются либо отменяются понимаю что вопрос некоторыми на на подвох по поводу слова оправдания да да то новый год до таких приговоров оправдательных в этом году не было но это не значит что система работает в каком-то режиме таком репрессивным это значит о том что мы не допускаем направлении в суд тех дел по которым мы не уверены в виновности лица спасибо огромное дмитрий александров девятка обращу ваше внимание что в течение всей программы он не раз говорил что сам лично съездил сам лично переговорил это говорит о многом с наступающим новым годом и вашим лице всех ваших коллег россию вот чтобы следующий год все-таки цифры падали а увеличились хорошие цифры если можно так выразиться люберецкий городской прокурор дмитрий девятка с вами был николай пивненко программа открытый диалог до свидания